всем привет это канал и сегодня мы поговорим о средствах индивидуальной защиты в общем сегодня поговорим о полу масках в большей степени хотелось бы рассказать о 3 морских этого семь с половиной шесть тысяч затронем дешевые одноразовые полу маски ну и также поговорим о фильтрах первонаперво давайте затронем вот обычные такие полу маски это 3 морская в принципе не дешевая с клапаном есть же такие же без клапана опять же есть еще других фирм сказать одноразово ним не одноразово для меня это одноразово для кого-то многоразово поэтому спорить здесь глупо но многие сами знаю что данная маска очень сильно впитывает себя всякие запахи грязь и тому подобное если работать в сильно пыльных помещениях например обычной маски можно помыть здесь же уже помыть ничего невозможно вот эта вся ткань она превращается не пойми во что и надевать эту маску на второй день порой не хочется ну и соответственно говорю если кто-то рядом курит и тому подобное она очень легко впитывает себя запахи если вы не курите то будете ходить запахом табака ни один день поэтому вот такие вот маски опять же на мой взгляд с клапаном гораздо лучше чем без клапана но это на любителя минусы в этих масок ну стоят они не дешево и соответственно если использовать как одноразовые на каждый день но слишком дорого ну если ненадолго но надо то самый вариант недорого удобно опять же есть вот клипсы под нос но все-таки клапан порой не срабатывает через нос выходит воздух и очки потеют очень сильно в таких то есть примыкание гораздо хуже чем в обычных полу масках следующая маска это вот такая вот модификации таких масок очень много бывает чуть помаднее которая тоже в принципе резиновая у него более красивые фильтры также резинки такие тоже черные какие-то резиновые и тому подобное то есть это как-то смотрится не особо есть более так помаднее стоит а может рублей на 100 побольше в чем минус но обычно они комплектуются фильтрами которые угольные соответственно для пыли очень тяжко быстро забиваются постоянно до их протягивать ну и сама конструкция ненадежная то есть эти резинки слабые клапана соответственно тоже и грубо говоря если работать в небольших запыленностях то в принципе тянет неплохо но в последние разы когда работали с одной стороны перфоратор с другой штроборез и пыль гуйпой то здесь все скапливается на всякой это увидел сколько здесь пыли чем я дышу то есть сразу же решил поменять маску так в принципе неплохая маска здесь есть у этой маски типа вот такой вот хрени все вот эти крепежи вот которые изначально они полупали здесь ставится на саморезы ну и делается чтобы после работы у вас там лицо было не черным это все снимается легко попробую снять снимается моется и тому подобное в принципе на первые разы маска неплохая но как говорю с большой пылью работать такой маски невозможно ну и соответственно примыкание из-за того что резинки слабые то есть изначально когда покупаешь вроде бы все нормально но со временем резинки ослабливают и через эти места в очки попадает воздух соответственно очки потеют и работать невозможно сейчас покажу фильтр еще получится получится фильтра здесь прикольно то есть и покрышки вот он фильтр фильтр как в обычных противогазах угольный обычных фильтров там бумажных каких-то я к ней честно не видел далее давайте приступим уже другие маски далее давайте поговорим про три морские у две это вот семь с половиной тысяч и шесть тысяч опять же одна чуть дороже другая чуть дешевле сейчас расскажу почему у меня две и почему она мне нравится другая не нравится так в принципе это считается как силиконовая это считается как резиновая первое на первое давайте поговорим чем они схожи ну схожи они системы впуска вот эти вот фильтры клапана они в принципе похожи то есть что у одного что у другого смысл тот же самый и крепится к ним фильтры одинаковые вот он байонет или как они там называются в эти крепления что одного что у другого далее клапана чуть-чуть здесь разноватой здесь чуть побольше крепление другой здесь этот крупный клапан далее изголовья изголовья у дорогой чуть больше и она регулируется дешевое оно более тонко такое легкое соответственно регулировок нет здесь отрегулировать его невозможно но регулировка вот этих ремешков она у обоих есть здесь это у изголовья вот здесь вот находится у краёв на более дешевое оно находится уже у самой маски то есть также все регулируется легко и соответственно здесь даже больше регулировок можно и снизу и сверху и тому подобное так далее что у нас по разборке соответственно увидим в разобранном веке вот она резиновая маска это максимум для чего она разбирается больше дальше ничего не снимается снимается только вот изголовья его можно отдельно отложить взять маску и помыть 7 с половиной разбирается гораздо больше маска и маска разбирается практически полностью еще можно снять помыть там послушать не на что хотите сделать вот эту часть можно помыть посушить отдельно изголовья то есть разбирается гораздо больше ну и вот эта вот маска она очень она сделана из селектуна то есть вот я ее скаткиваю она возвращается то есть эта маска гораздо мягче чем резиновая резиновая здесь видно наверно да то есть вот да как гнется как гнется вот это так вот итак по фильтрам в принципе сразу что сказать работаю обычно с пылью и соответственно рекомендую в общем вот такие вот фильтры другого ничего лучше нет потому как покупал когда вторую маску фильтров не было и мне в магазине предложили вот такие вот предфильтры это 2135 их обычно ставят на какие-нибудь фильтры не знаю 6500 которые для лака и тому подобного там ставится такая байда на них и они грубо говоря защищают те фильтры от пыли опять же выбора у меня не было я решил попробовать что хочу сказать хватило вот такого вот фигня она внутри с ватой хватило их порядка наверное дня на 4 дышится в них очень легко то есть первые два дня было вообще все супер в конце второго дня они полностью забились прислось их уже пылесосить ну и соответственно пыль через них все равно пробивается если помещение не сильно пыльные то используя такие фильтры можно очень удобно дышится гораздо легче чем например в таких но очень запаленных помещениях вот такие фильтры очень незаменимы конструкция у них как у фильтра с пылесоса при особым желанием можно это все дело разобрать я забрал неудачно но они разбираются и чистятся все такие вот фильтры опять же есть куча других фильтров но я работаю с пылью поэтому говорю о тех фильтрах которыми я пользуюсь все выглядят вот таким вот образом подводя итог что хочется сказать мысль в принципе одна и та же хочется чтобы все те кто не пользуется все таки с годами доперли и начали использовать эти средства индивидуальной защиты поняли что кроме вас никто о вашем здоровье не позаботится опять же многие скажут маска где-то косарь 600 косарь 500 фильтры где-то около косаря соответственно полный комплект этого говна будет стоить где-то полторы даже две с половиной тысячи это где-то может рублей на 800 подешевле такой слюнявчик будет стоить порядка 100 рублей его обычные покупают и многие носят я в организациях видел они там месяцами в них ходят и вроде бы как радуются такая вот маска стоит порядка 400-300 рублей соответственно многие скажут ведь покупают на длина мне вообще это делать на мой взгляд лучше купить себе подороже но и соответственно дышать полегче многие знают что вся эта строительная пыль от перфоратора штроборезов от смеси она очень долго выводится из организма и опять же если вы работаете изо дня в день она не то что не успевает выходить она там с годами купится и соответственно сами понимаете к чему это ведет напоследок хочется что чего вам пожелать чтобы вы пожили подольше и увидели побольше в общем на этом все всем спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайк ну и до новых встреч осталось